Победа над общим врагом фашистской Германии стала возможной благодаря мужеству и героизму всего советского народа. В освобождении нашего края принимали участие люди со всех концов СССР. Многие из них погибли, так и не узнав, что освобождали землю, на которой потом будут жить их дети, внуки и правнуки. Об одном из таких солдат победы наш следующий сюжет. Уходя на фронт, Георгий Размадзе и представить не мог, что будет освобождать землю, на которой будут жить его дети, внуки и правнуки. Уроженец Северной Осетии, глава большой семьи, был в числе добровольцев, ушедших воевать с первых дней войны. Слесарь, инженер-самоучка, он хорошо разбирался в работе механизмов и разной техники, любил мастерить их сам. Потому и попал в 122-й отдельный Одерский полк связи. В его составе и прошел все 4 года войны. Воевал в составе 3-го Украинского фронта. Наградные листы с благодарностью за подвиг, участие в боях за освобождение Никополя, Николаева, Одессы, Сандомира, форсирование реки Одер. Штурм и взятие крепости Бреслау. Медаль за победу над Германией и самая дорогая – за боевые заслуги. Ее Георгий Размадзе получил в горячее лето 44-го в ходе Яско-Кишиневской операции. За то, что в сложных боевых и походных условиях восстанавливал связь и, проявляя находчивость, без отсутствия нужного инструмента, из подручных материалов изготавливал детали для боевой техники и оружия. Дважды был ранен. Победный май встретил в Берлине. Вернулся на родину. Раны дали о себе знать. В 1967 году его не стало. Через год его дочь, дипломированного инженера-химика, направили работать в советскую Молдавию. Здесь, в Бендерах, она создала семью. Здесь же родились внуки героя-освободителя. Каждый год они возлагают цветы на Кицканском плацдарме в памяти своем героическом предке и обо всех солдатах победы. К слову, многие из них увековечены на портале «Память народа». Это самый крупный интернет-ресурс подлинных документов о Второй мировой войне.